Всем привет! Приехали за телефоном в ремонт. Вот так вот он был подбит и не работал. А сейчас он выглядит вот так. Все, починили. Нам отдали эту старую часть. Старая часть экрана выглядит вот так. Кстати, никогда не видела, как внутри телефон выглядит. Куча чипов каких-то, дорожек. Вот. Теперь Алиса хочет попробовать на него бонбанов пятых установить. Потому что на айфон нет, она говорит, а на андроид есть, говорит. Мама, это тебе. Спасибо, Майси. А у тебя на щечке мазь уже пленочку такую превратилась. Я мажу Алисе вот эти вот следы от бабушкиных ногтей. Не, на лбу не видно, на щеке видно. Короче, боюсь, чтобы шрамики не остались. То, что бабушка ногтями Алису по лицу поцарапала случайно. Вот. А на локте зачем помазала? Ну, просто так. Там же тоже у тебя баловавка на лбу, чтобы тоже след не остался. Давай тебе с щеки это сниму. Иди сюда, отстегнись. Хорошо. Оно засохло выше, чем твои ранки. Еще раз ломаешь. Парнись. Лисюшка, посмотри, влажная салфеточка там в кармане не лежит. Вот тут? Да, там нет влажных салфеточек? Нет. Нет? А тут где бабушка сидит? Есть. Есть? Ну вот возьми, протрем щечку. Вот. Давай, открывай. Влажная салфетка к генерационной булочке с корочкой. Да, пригодилась. Все. Мама, точитель шумой. Ну да, подчиненный. Только надо чехол купить, подожди. Я куплю чехол, потом тебе дам. Я уже боюсь без чехла. Да все, не трогай, там нормально. Ну, не будешь шамок там. Так классно видно машину сверху. Я не понимаю, как это камеры делают. Мы забрели в детский парк погулять. Лисюшка пошла погулять. Погуляли мы в парке. Катя повела лисюшку в туалет. Я пока стою и их жду. И вот тут у нас такая красивая опушечка. Или, не знаю, клумбочка. Где есть семь гномов и белоснежка. Решила пойти порассматривать. Такие вот фигурки жизнерадостные. Этот гном жарит сосиски на мангале. Повар. Этот стоит с ложкой и сковородкой. Блины, наверное, идут жарить. Следующий, с чем, не пойму. Просто держится за какой-то столбик. Может, тут планировался фонарик. Не знаю. Следующий с биноклем. Такие маленькие старички, улыбающиеся. И последний, вернее, он первый на входе в парк. Он вообще с лисичкой. С трубкой. В общем, вот такая вот композиция. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почему их шесть? Гномов же семь должно быть. Белоснежка и шесть гномов. Наверное, одного поломали. Да, так выглядит вход в детский парк. Деревья уже не то, что листья поменяли, они уже лысыми становятся. Вот как так быстро происходит? Осень за неделю какую-то проходит. То, что она должна за три месяца проходить. Период. Постепенно желтеет, а подать как-то это резко. Бабах и все. Зашла на пункт выдачи розетка. Почему-то товар выдают теперь вот так. Ну, типа он не запакован как бы в посылку. А все отдельно. Я себе одежду заказывала. Мне это так странно, вот это так тащить в машину. И нашла я вот такую картину раскрашивать. Там же купила для Лили. Потому что, ну, злате мы подушечку покупали. Хочется что-то Шелили подарить. А то вечно что-то находим для самой маленькой. А для старшей нет. Вот нашла такую картинку. Мы с Катюшей забежали во взутевый бум. И нашли вот такие классные тапки. Чтобы зимой даже во двор выходить. Ну, вот мы зимой в таких выбегаем. У них толстая подошва. И они такие теплые-теплые купили. Даже не для дома. Хотя, в крайнем случае, если холодно, можно и дома ходить. Но больше для двора. Немножко походили. И лисюшки подобные для двора нашли. Очень красивые, мягенькие. С мехом. Такие. Купила себе шлепки, которые очень гармонируют с моим черным ногтем. Помните, на день рождения Алисы я уронила Кока-Колу на ногу. Еще второй пункт меня Надя потащила. Вот это до сих пор. Алиса тут кофточки с Венздей увидела мерить. Но они все на нее большие. И главное, тут такие классные разные есть. Но все 152 рост. Но совсем на нее большие. Мы даже 150 померили. Думали, ну а вдруг. Смотрите, какая. Нет. Слишком большая. Нравится юбочка? Угу. Да? Покупаем. Я сегодня друзей в этом буду встречать. Да. А дай юбочка. Юбочка, вот она. Давай тут ее и наденем. У тебя и рюкзак уже есть. Руки добрые? Давай. Молодец. Сейчас поворотайся об очечком. Мне нравится, да. Мне нравится. Образ, образ. Мы придем в школу и все подумают, что ты в школе учишься. Да? Так и буду. Пранк сделаем. Зайдем в класс, в какой-нибудь сядешь за парт. Скажешь, а я ваша ученица. Учительница в журнал? Нету такой. О, супер, она вообще подходит. Слушай, красота. Красотень. Теперь еще гольфы нужны. Белый, синий. Алис, супер, красотка. Добойся в зеркало. Смотри, какая красоточка. Ну. Да. Да. Школьница. Дурачиться тут с Катей. Почему так быстро? Иди тогда! Иди, как будто ты такая взрослая, давай. Иди, иди к машине. Такая вот? Да. Вот так. А взрослые так ходят, да? Катя, открой двери бабушки. Ага, да, вон она. Я их еще до вышла. На склад. Стой, бабушки там нет. Она где-то вышла погулять. Ну вот, теперь еще бабушку ждать. Нету ее тут, Алиска. Скажите, вы школьница? Да. Да? А в каком вы классе? В дерево. Как там твой зубик? Ага, еще сидит. Так интересно, Алиса видит школьницу, а я не могу. Мы купили эту школьную форму специально для школы дома. В общем, вы это увидите. Закрыла. Да, у кого-то Алиса превратилась. Вот это, да, вот это умная голова у тебя. Да, вот это умная голова у тебя. Знаешь, что подписчица? Да, дякую, маяк тебе звуть. Марина, Алиса, знакомься. Марина, давай поиграем. Давай поиграем. Алиса, скажи, дякую. Дякую. А мы вот будем в школу играть. Купили школьную форму. Сейчас тетя сфотографирует. Так, я придумала пранк. Мы сейчас пойдем к Наде и скажем, что Алису взяли в школу. Да, пошли. Скажешь, что ты уже была в первом классе и будешь ходить. Да. Привет. И батон помчался, и Унка. Бежим. Если Надя дома, конечно. А ее машины нету. Может, она и уехала. Вот елки. Алис, наверное, Даша на пилоне. Сегодня пилон у Даши. Пошли. Нету, Надя. Пойдем папу пранковать. О, боже мой, что тут за семейка? О, урка, я думала, ты уже не сосешь молоко. Боже, папа тут все красит. Папа. Вау, ты в школу собралась? Да. Я сегодня в третьем классе была. В третьем? В третьем школе, а не в третьем классе. Тихо, тихо, ты сейчас заляпаешься. Ну, что сказать? Меня похвалила учительница. Алиса на уроках была, ее взяли задним числом. Учиться. Какой график? Как обычно. С восьми утра до часа дня. А, так в первый класс вообще взяли? Ну да. Я думала, что подготовительница. Не. Наш тебе хвастается. Это на восемь утра есть? Да, Алиса, я хвастаюсь. Ты что, реально думаешь, что школу в конце сентября взяли? Это Алиса. Мы с Алисой пранк хотели Наде сделать. А тут ты поверил. Папа поверила Алиска. Не бойся, Алисочка. Не бойся. Да не бойся, ничего страшного. Не бойтесь вы так. Что вы так пугаетесь? Не бойся, не уходи. Заходи к нам. А мы не под тревогой до дома. Под тревогой бігать не можно. А тебе далеко до дома? Да. Ну, если далеко, то лучше у нас посидеть. Под тревогой. Маня, пошли. Заходите к нам. Заходите к нам. Алис, что ты так испугалась? Сказать, что я до дома. Позвони маме. Тут разбивалась. Да. Хорошо. Ты что, никогда тревогу не слышали? Чего вы так испугались? Я испугался, Бог. Просто здесь сирена рядом. Так, сейчас мы поедем, отдадим подарки Злате и Лиле. И дети хотят в файномаркет зайти. Это Злате подаришь? Я. А это Лиле. Да, ты. Да. Хотим сразу подарки уже отдать, чтобы они не лежали. Ох, что-то похолодало прям резко. Холодно. Сегодня зайчик Алисе принес 200 гривен. И она с Сережей захотела пойти в магазин их потратить. Сережа их спрятал в карманчик, пока мы ездили, чтобы Элиса не потерял. А теперь магазин. Купит себе какую-то вкусняшку. Сразу же конфет дома полно. Хочется. Ну, хочется покупайте, это ж твои денюжки. Да. Ну, купайте все, что хочется. Главное, следи, чтобы за 200 гривен не перевалило. Потому что у меня с собой других денег нет. Да, Элиса давно о таких конфетках мечтала. Три, да? Нет, три это мало. Хотя бы надо 100 грамм. Что, Элис? Четыре. Четыре тоже мало. Жмейнку такую хорошую бери. Сейчас. Вот столько. Давай в кулечко. Я думаю, можно еще взять, Элиска. Они легенькие. Так, сейчас Сережа жмейнку возьмет. А теперь надо взвесить. Я еще вот эти. Подожди, надо эти взвесить. Так, какой там номер 733. Смотри, Элиска, как взвешивается. Ложишь и набираешь 733. 733. Смотри, оно находит эти конфетки. Вот они. Теперь надо на них нажать. 30 гривен. Ого, они не дешевые. Еще 170 можете тратить. Это у тебя чего? Я люблю. Чем? Весь взвесованный. 170 гривен у тебя, Элис. А ты видела, какие тут еще есть дождь? Смотри. Длинненькие вот такие. Жевальные. Хочешь такие попробовать? Ну да, еще такие. Язычку. Воды. Давай, коды. Какой там номер, Сережка? 114. Возьмем номер. 1014. 1014. 1014. Да, вот так. 33 гривны. Цена 148. А, ну да, тут пишут 14 гривен. Это за 100 грамм получается. Ну да. 148 получается они стоят. Ой, мама. Можем ли у меня еще шоколадку и зефир? 253. Я взяла зефир, мам. Хорошо. 5 гривен такая одна конфетка получается. 2064. 2064. 2064. Хорошо. 37. Давай посчитаем, сколько денег. Так, где конфеты, которые вы покупали? Алис, бери. Давайте считать, сколько там стоит, а не покажи. Это 30 гривен, это 33. 63. 63 и 37 это 100 гривен. И 5. 105. Сколько стоит шоколадка? 34. 105. 34? Да. Еще 60 гривен. Может, и Сережа тогда возьмешь шоколадку? Да. Бери, Сережа тоже. Ну, еще можно пару чупачупсов тогда купить. Давай. Бери, Сережа, бери. Какая тебе нравится? Бери, какая тебе нравится? Маме. Что маме, тебе? Я же маме. Взрослым вредно сладкое, а детям полезно. У вас от этого мозг развивается. Идем. Ну, вот покупки детей. Дочушка будет сама расплачиваться. Стоит в очереди. Сережа еще такую штучку хочет, но если денег хватит. Алис, кулечек не надо, если будет предлагать. Хорошо? О, 206 гривен, Элис, перебрали. Не хватило им 6 гривен, Кост. Можно сказать, что зайчик принес не денежку, а все вот это. Мне кажется, детям доставляет удовольствие самим выбирать, что им купить вкусненького. Покажись. Давай мы покажем, как мы будем его покупать. Давай. Это вы папу так будете пугать? Да. Нет, давай ты будешь меня вот сюда поставишь. Вот так руку, значит, все вещи. Вот так вот. Будете. Новый сюрприз. Закрой. Закрой. Не забудь про нас таких. Да закрой, забудь. Тебя же просили закрыть. Че ты с открытыми? Забыл, все, забыл. Ничего не было. У тебя парик упал, Алиска. Парик упал, Алиска. Алиска, парик упал. Так, ну в общем, вы поняли, да? Мы хотим попробовать клип Мэн здесь снять. Вот такой вот к Сереге пришел белый костюм. Он, кстати, ему очень нравится. Я говорю, вот это в школу ты так, если заявишься. Да, Алис, тебе нравится? Да. С директора перепутаешь. Да, 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 да. Точно. Вот. А у Алиски, конечно, парик это какой-то трэш. Мы его несколько раз надевали, он весь разлохматился. Он какой-то очень большой. Он с нее спадает. Я думаю, либо его подстричь, этот парик, когда будем клип снимать. В общем, не знаю, что с ним делать. Ну, в целом, так вот прикольненько. Что они вытворяют? У тебя внук? Почему внук? А у меня мальчик. А я ему зубы лечу. Вот. Это жвачка. Понятно. Лечебно. Слаймы идут в ход. Вот те, которые Алиска красные и салатовые купила. Так внук бывает у бабушек. Выходит, ты бабушка? Нет. А почему внук, а не сыночек хотя бы? Ладно, сыночек. А я? Окулист. Ты окулист. А кто такой окулист? Окулист это качки. Окулист это доктор, который глазки лечит. Да видите, я не окулию сейчас. Держи такую ложку. Да, можно подуть и, наверное, будет пузырь. Сейчас ждем. Трусы! 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 Вот чудик. Это. Сейчас будет от Лейдера подарок. Ешь, мурок, ешь. О! Я ж можно сделать пирожком. А чем это ты его кормишь, дать? Кашей зеленой. А что каша зеленая? Она постарела и испортилась? Да. Ты что, его просроченной кашей кормишь? Скажи. Да. Помню еще, вспомнил, что это предатель в зеленом костюме на Лисе на День Рождения. Он брал смущную реакцию. Я с Лисой, мы держимся, обнимаем друг друга и потом таки берем руки. Одну ручку. Вторую ручку. Бам-бам. Что ты творишь? О, боже, он порвал Стингер Флина, которого вы вчера рисовали. Продолжение следует...